Телеканал КРТ представляет Телеканал Акса 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 Грета заявила, что несмотря на явное снижение выбросов углерода в атмосферу, расслабляться рано. Климатический кризис, по ее словам, только замедлился, но продолжает приближаться. В таком антиуглеродном контексте начинаешь подозревать, что чему эти люди вообще признали бы даром Божьим. Кстати, Лютеранская церковь района Лихамн шведского города Мальме провозгласила, прости Господи, что Иисус избрал Грету Тунберг в свои преемники. Кстати, не говорите прихожанам этой церкви, что при уничтожении Господом Содома и Гаморы, несомненно, произошел большой выброс углерода в атмосферу. Кстати, если о выдвижении Греты на Нобелевскую премию слышали практически все, то о ее присутствии в списке топ-10 лучших ученых 2019 года по версии авторитетного до момента публикации данного списка журнала Nature «Природа». Составители рейтинга назвали Грету Тунберг климатическим катализатором, заявив, что, цитата, «шведский подросток вывела науку о климате на первый план, направив туда всю ярость своего поколения». Конец цитаты. Что я могу сказать по этому поводу? Жесуи, углерод. И если бы Господь меня слышал, я бы предупредил его, что не то, что в Мальме, во всей Швеции, нет сегодня пяти праведников, а посланного туда ангела Господня, несомненно, домогалась бы целая толпа противных лютеран.